Прогремело заявление Беглой Пугачевой «Россияне взбудоражены». Известный театральный режиссер, муж журналистки и блогерши Ксении Собчак Константин Богомолов поделился своими мыслями по поводу знаменитостей, покинувших Россию. Константин Богомолов попытался понять причины их поведения за границей и упомянул живущую сейчас в Израиле певицу Аллу Пугачеву, назвав ее «Русской Глорией Гейнер», которую в России знают «Благодаря хиту я буду жить». Подлость ли это, глупость или травма расставания? Словно брошенные супруги и релаканты пристально следят за жизнью своей второй половины, удовлетворенно собирая в корзину поражения и провалы еще. «Вчера любимого супруга супруги, как пела русская Глория Гейнер, без него, без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом», поделился Константин Богомолов. Константин Богомолов сравнил жизнь в эмиграции со смертью, переходом в иной мир. «Эмиграция – та же смерть, переход в иной мир. Прощание – тотальное прощание с прежним, но это особая смерть. Смерть, которая хуже смерти. Это смерть без потери памяти, зрения, слуха и способности сознавать, думать и чувствовать», – высказался Богомолов. Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в феврале 2022 года. Вместе с семьей она поселилась в Израиле. По некоторым данным, сейчас уже Алла Борисовна с детьми находится в Латвии, поскольку в Израиле летом стоит жуткая жара. Напомним, что Алла Пугачева очень редко балует фанатов своим вниманием, ведь теперь она проживает в Израиле, там ходит на концерты знаменитостей, выезжает и в другие страны. Иногда Алла Борисовна комментирует особо острые моменты. Недавно она высказалась по поводу Российской Федерации и спецоперации. Также решила сделать пост в защиту Валерия Меладзе. Многие пользователи считают, что на его концерты никто не ходит. Однако Примадонна доказывает обратное. По словам певицы, карьера Меладзе складывается хорошо. Она выложила видеоролик с шоу «Валерия», на которое приходила одна без мужа. Должна огорчить врунов, говорящих о провальных концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник. Песня Константина Меладзе в исполнении Валеры «Прекрасное вино с годами становится только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь», – написала она. Продолжение следует...